Всем добрый день! Я рада приветствовать вас на нашем канале. Меня зовут Елена Заплохова. Я педагог-психолог, семейный психолог. И сегодня мы с вами будем продолжать говорить о том, как нам выстраивать здоровые гармоничные отношения с нашими детьми. Ведь все мы с вами очень ценим наших детей и хотим вложить, дать им всё самое лучшее. Но прежде чем я продолжу это видео, я хотела бы, чтобы вы подписались, если вы не подписаны на наш канал, поставили на колокольчик. И для чего? Для того, чтобы не пропустить новые видео, которые мы записываем специально для вас. Итак, сегодня мы с вами затронем интересную тему. Она связана с тем, как опыт в нашей родительской семье, тот опыт, который мы приобретали в семье, в которой мы воспитывались, отражается на том, как мы воспитываем наших детей. Вполне возможно, что вы слышали такое понятие, как качели. То есть многие говорят о эмоциональных качелях, кто-то говорит о качелях в разрезе поколений. И я сейчас подробнее скажу, что это значит. Часто встречаются такие случаи. Может быть, это даже было в вашей жизни. К примеру, родители, которые воспитывали вас, они были очень строги к вам. И когда вы выросли, вышли из своей родительской семьи, стали сами родителям, родили детей, вы стали воспитывать детей в противоположном стиле. То есть произошел такой откат, да, как будто бы вы оттолкнулись от того стиля воспитания, которым воспитывали вас, и стали пользоваться противоположным стилем. Стали очень внимательно к своим детям, очень осознанно подходить к воспитанию. Даже стали чересчур, может быть, мягкими по отношению к своим детям. И вот такое случается очень часто, да, вот такие качели, когда мы, отталкиваясь от того или иного опыта в своей родительской семье, начинаем воспитывать детей, пользуясь стилем противоположным. И я сейчас приведу несколько примеров. Повдробнее расскажу о стилях воспитания. И вполне возможно, что вы узнаете себя лучше, и, может быть, даже поймете, да, это про меня. И если вам не трудно, напишите в комментариях, каким именно вы стилем общения, воспитания пользуетесь в отношении с вашими детьми. Итак, многие из нас, мы знаем и слышали про такой стиль воспитания, как авторитарный стиль. Что включает в себя авторитарный стиль? Я бы так сказала, что когда родитель проявляет недостаточно мягкости, но очень много проявляет твердости в отношениях. То есть мало теплоты, но очень много требовательности. То есть в этих отношениях мало ласки, мало внимания, мало заботы. И вполне возможно, кто-то из родителей именно так вас и воспитывал. То есть он очень был груб по отношению к вам, был очень требовательный, всегда с вас много спрашивал и так далее. Может быть, кто-то из родителей пользовался этим стилем для того, чтобы вас, скажем так, не разбаловать. И вот этот авторитарный стиль, он приводит к тому, что ребенок может вырасти неуверенным в себе. Итак, еще раз скажу, что это называется авторитарный. Далее можно разглядеть, рассмотреть один из стилей, он называется попустительский. Когда очень много теплоты и когда нет совсем твердости. То есть родитель, наоборот, дает все для ребенка, все самое лучшее, даже то, в чем ребенок не нуждается. И когда вопрос заходит о границах, о правилах, то родители, как правило, пользующиеся этим стилем, они не требуют ничего от ребенка. Они говорят, не нужно, пускай он проживет свою жизнь, насладится детством. И зачем с него что-то требовать. И вот такой стиль принято называть попустительским. Но также есть еще авторитетный стиль, когда родитель, скажем так, в отношениях применяет не только твердость, но также там есть теплота. То есть там достаточно твердости, но там и достаточно заботы, любви, теплоты. И вот когда в таком стиле мы воспитываем своих детей, то, как правило, они хотят уважать нас, они ценят отношения с нами. И вот давайте представим, вполне возможно, что один из родителей или оба родителей пользовались каким-то определенным стилем, воспитывая вас. И сегодня вы можете проанализировать, а каким же стилем пользуетесь вы в воспитании детей. Слишком ли вы тверды со своим ребенком, либо вы чересчур, может быть, очень мягки, может быть, вам сложно сказать о каких-то границах, каких-то правилах. Вы готовы делать все ради своего ребенка, лишь бы он был доволен. И вы готовы опекать и опекать его, пока он не идет из вашей семьи. И вот очень важно, чтобы мы с вами отталкивались не от того опыта, который был в нашей родительской семье, а чтобы мы с вами пришли к осознанию, а что же на самом деле моему ребенку необходимо. К примеру, если мои родители были очень строги, очень тверды, очень требовательны ко мне и не проявляли твердости и заботы, это не значит, что сегодня мне нужно проявлять только мягкость, скажем так, носить на руках своего ребенка. На самом деле ребенку нужна также ваша твердость, также ваша уверенность, также та опора, на которую он может положиться. То есть, когда вы тверды, это говорит о том, что ребенок может опереться на вас. Это говорит о том, что он может вам доверять и уверенно идти, скажем так, по этой жизни. Поэтому важно отталкиваться не от родительского стиля, не от того стиля, который был в вашей родительской семье, когда вы были ребенком, а важно на сегодняшний день остановиться, задуматься, а что же я хочу дать своему ребенку. Хочу ли я отталкиваться от того опыта, который был у моих родителей, или же я хочу подойти к этому осознанно, хочу дать ребенку и твердые какие-то правила, убеждения, ценности, но также хочу проявлять мягкость и заботу, и любовь. И я желаю всем нам быть осознанными родителями, именно искать осознанный подход к построению отношений наших детей. Тогда вы будете видеть, что за вашим подходом не прячутся какие-то страхи или обиды, или убеждения из вашего детства. Тогда ваш подход будет основан на осознанности. Желаю всем вам мудрости. И я знаю, что воспитание детей это не совсем легкое занятие, но это на самом деле очень творческое занятие. Всегда нам есть к чему стремиться, есть над чем подумать. И я желаю вам не останавливаться в этом прекрасном занятии, как воспитание детей. Всего вам доброго, подписывайтесь, и мы будем рады, если вы будете смотреть дальше наше видео, потому что можете там почерпнуть для себя очень много нового и полезного. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!